Друзья, всем привет! Компания Samsung готовится представить для нас с вами свой новый, классный, что немаловажно бюджетный смартфон фанатской линейки, который в этом году получит название Samsung Galaxy S23 FE. Раз уж так получилось, что в этом году компания отменила линейку Galaxy A74, то на смену, на замену ей по инсайдерской информации придет, вернется всеми любимая серия FE. И если вам интересно, давайте вместе посмотрим, а какой получится данная новинка. Усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получит дисплей на 6,5 дюймов с разрешением Full HD+, 2400 на 1080 точек, с поддержкой HDR10+, Dolby Vision и частотой обновления 120 Гц. Недавно была информация о том, что компания Samsung возобновляет крупное производство своих собственных процессоров Exynos, и теперь пазл складывается воедино. Дело в том, что в новеньком S23 FE будет установлен процессор Exynos 2200. По оперативной памяти все вроде бы хорошо, но лишь один вариант, пока заявляется инсайдерами, он будет на 8 ГБ LPDDR5 память. По внутренним накопителям также все хорошо, и здесь уже как минимум два варианта. 128 и 256 ГБ UFS 3.1 памяти. По камерам ожидается существенный прорыв, потому что основной модуль будет не на 12 Мп, как в предыдущем поколении, а уже на 50 Мп это датчик от компании Samsung Isosel JN3 с оптической стабилизацией изображения. Далее еще один модуль это телевик на 8 Мп с трехкратным оптическим зумом. Ну и третий модуль сверхширокоугольный на 12 Мп. А на обратной стороне у нас будет располагаться фронтальная камера по середине экрана сверху в панчхолл вырезе. Еще из интересного по коммуникациям здесь в принципе полный фарш. Все имеется, что должно иметься. Это Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, датчик NFC в комплекте и выход USB Type-C. Прямо из коробки новинка будет работать на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой. Сканер отпечатка пальцев будет располагаться под дисплеем. Ну и пару слов стоит сказать про дизайн. Опять же во всех линейках в нынешнем году от компании Samsung я это говорил. Дизайн абсолютно у всех смартфонов, будто бюджетники самсунговские, будто флагманы, дизайн практически одинаковый. И Galaxy S23 FE это не обойдет стороной. Здесь у нас привычный дизайн, плоская задняя крышка и просто выпирает три маленьких модуля камеры. Но самое главное то, что в предыдущем поколении у нас смартфон был пластиковым. Здесь на задней поверхности, на задней крышке у нас будет закаленное стекло. Это очень крутое нововведение и в руках чисто тактильно смартфон будет ощущаться уже совсем по-другому. И дизайн будет в принципе флагманский, как и у основной модели флагманской линейки. Поэтому вот такой вот прорыв также в дизайне ожидается. По автономности ничего сверхъестественного ожидать не стоит. Здесь будет обычная батарейка на 4500 мАч с поддержкой быстрой для Samsung зарядки на 25 Вт. Ну что ж друзья, вот такая вот новиночка нас с вами ожидает от компании Samsung. Я вам напоминаю бюджетный смартфон, фанатская версия, который получит в этом году название Galaxy S23 FE. И теперь я отвечу на самый ожидаемый вопрос. А когда, собственно говоря, представят инсайдеры, говорят о том, что новинку покажут либо в конце лета, либо в начале осени 2023 года. Итак, друзья, вот такая вот новиночка S23 FE. Что думаете вы по этому поводу, хотели бы вы себе приобрести данный смартфон? Все это отпишите в комментарии к данному видео. Ну и вообще, пишите свои ощущения, понравилась или не понравилась вам будущая новинка по вот этим вот инсайдерским характеристикам. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Zen канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся в интернете. Всем пока!